Сегодняшняя тема 40 черт характера успешного человека. Моя проповедь всего на полтора страницы. Одна и вторая половинка. Но 40 черт характера. Поэтому достаточно емкая и ценная. Предыдущие две темы по воскресеньям были черты характера успешного человека. И мы учились только характера Иисуса и его особенностей. Не из того, что он учил, а в основном, как он поступал, как он жил. И можно было сделать вывод, какой был его характер. Иисус — Бог и одновременно человек. Сын Божий, который является абсолютным примером, какой должен быть успешный человек. Сегодня будут технические вещи, какие черты характера, то есть мы должны получить, чтобы мы были успешными. И первое. Филиппийцам 4,8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетель и похвала о том помышляете. Первое — это мышление. Скажи, мышление. Во-первых, здесь уместен мое любимое выражение «Дай бомжу миллион, и он через неделю будет опять бомжом. Отними у миллионера его миллион, и через какое-то время он снова будет миллионером». То, что есть человек, бомж или миллионер, устанавливает его мышление. Именно мышление устанавливает, кто мы и что мы. Поэтому первая черта характера — это образ мышления, как ты думаешь о себе. Иоиля 4,10. Пусть бессильный говорит о себе «Я силен». Скажи «Я силен». Ты даже не такой бессильный. Ты сильный, но ты сильный только потому, что ты говоришь, что ты силен. Потому что это образ твоего мышления. Если ты слаб, тем более говори «Я силен». И таким образом, ты впишешь это в свой разум и в свою душу и в свое сердце, что ты силен. Друзья, это образ мышления. Скажи «Образ мышления». Аминь. В Иисусе Христе ты новое творение, ты новый человек. И Библия говорит, что ты должен снять своего старого человека и надеть нового. По поводу снятия. Мы снимаем свое старое мышление и начинаем думать. так, как кто-то является в Иисусе Христе. Недавно, буквально вчера произошло, я одну свою машину продал и купил новую. Там есть разные размеры этих машин. Со старой машины у меня остались новые диски и новые шины. хорошая зимняя резина осталась и топ уровня. Я буквально двое недели поездил на них и не отдал новому владельцу, потому что это был бы слишком большой подарок для нового владельца. Они отдались у меня в гараже. Я выложил на продаже уже объявлений и один человек звонил, хотел, что купить, если я ему привезу. Но у меня эта резина на дисках, их нужно снимать. И я сказал, пока деньги не увижу, я ничего тебе не привезу. Я не особо был заинтересован, чтобы по возможности быстрее продать свои шины. И новый владелец, я ему тоже предлагал машины, он говорит, 1200, я еду за ними. Я говорю, если ты тут же приедешь, тогда 1200, если не сейчас же, тогда не надо. И так он не приехал и не остались у меня шины. У меня новые автомашины, другие размеры. Мне нужно покупать сейчас зимнюю, скоро зимнюю резину. И вы знаете, что первый снег, когда выпадет, тогда слишком поздно, уже невозможно ездить. У тебя должны быть зимние шины. Я начал смотреть, начал искать, я начал задумываться о том, что нужно купить на зиму новые шины. И так я ищу, хочу купить, но вчера я начал думать, погоди, погоди, а какого размена у этой машины вообще, которая у меня сейчас на Крэйш, а какой размер у той машины был. Я посмотрел, посмотрел свои записи, опа, 275 и 35, 19. Итак, зимние диски, зимние резины. О, я хочу, собираюсь купить то, что у меня уже есть. Я хочу купить то, что у меня уже есть, и у меня уже одни из лучших вообще шин, которые доступны. Лучшие там, фирмы и так далее. Проверим. У меня уже они есть, а я собирался купить. И то, что есть, я хочу продать. Друг, в Иисусе Христе ты уже есть, тот, кто ты есть. должен снять древнее свое мышление, образ мышления и одеть новое, мышление нового, успешного человека. Воздать громкую славу Богу. Итак, первое, это мышление. Второе, среда. Среда притчи. 13-20. Общающийся с мудрым будет мудрый, а кто дружит с глупыми, развратится. То, в какой среде ты находишься. Сегодня ты здесь, ты в сильной, крепкой церкви. Ты в среде сильных людей. Но не только. Ты видишь наше видение, руководство Божи через 12. У нас в церкви красивая структура, есть пастори, есть лидеры. И о лидерах мы знаем. Конечно же, я делегирую только тех, которые как минимум выражают то, что они успешны. Хоть чуть-чуть своими действиями показывают, что они успешны. И так мы вперед ставим тех людей на таких видных постах, только тех, кто способный, которые сильны. И поэтому у тебя есть на кого равняться. Ты в сильной среде, и эта сильная среда, эта сильная церковь делает тебя сильным. Во-первых, это главное две вещи. Во-первых, это мышление и личное отношение с Богом. Когда ты имеешь отношение с Богом, ты размышляешь, ты читаешь Библию, ты сравниваешь себя с Божьим Словом и так далее. Ты от Бога получаешь разные откровения. Это связано с мышлением и то, как ты читаешь Библию. А во-вторых, это главная среда. Две вещи, что тебе нужно. Это личный контакт с Богом и Церковь. Личный контакт с Богом и Церковь. Или среда, в какой ты можешь расти. Без этого, по большому счету, невозможно быть успешным человеком. Это основные пункты. Вот эти два. Третье. Активный. Что значит активный? Будь активен, Иисус говорит. Матфея 26, 51. Хорошо, ты верный и честный в Мазуме. Ты был верен в Малом, над многим тебя поставлены. Там было об двух, вяти и одном таланте. Это были служители, которые употребляли те таланты, которые Бог им дал. Бог их похвалил. Если ты верен в том, что у тебя есть, Бог даст тебе больше. Поэтому будь активен и эти ресурсы, которые у тебя есть в разуме, которые тебе доступны физически, пользуйся этим. Пока ты не будешь активен, как Стив Хилл говорит, начни быть занятым. Если ты не будешь активен и не будешь употреблять то, что у тебя есть сегодня, если ты не начнешь служить в церкви тем, что ты можешь сегодня, то не надейся, что завтра у тебя будет что-то большее. Бизнес — это любая другая сфера в твоей жизни. Если ты не начнешь с малого, не светит тебе ничего большего. Будь активен. Первое — это мышление, второе — это среда, и третье — будь активен. Четвертое — любящий. Успешный человек, он любящий. Что это значит, любящий человек? Не обязательно, это значит, что ты эмоциональный, не плачешь. Это значит, люби Бога и ближнего своего, как самого себя. Это две главных заповеди. Я люблю Бога и своего ближнего, когда я отношусь к людям так, как хочет Бог. Когда я отношусь к людям во-вторых, так, как я хочу, чтобы они ко мне относились. Люби все, что ты делаешь. Влюбись в то, что ты делаешь. Друзья, все остальные пункты, которые я сегодня упомяну, по большому счету, это под этим, под любовью. Это все то, что включает в себя любовь. Слово «любовь», оно растяжимое, и частенько люди, к сожалению, даже многие христиане, понимают под этим сексуальную любовь, романтическую любовь. И они считают, что это любовь, но по большому счету это только одна небольшая и вообще не главная часть. Главное – это отношение к людям, будь любящим. Пятое – видение, визия. У нас есть видение, в крови Иисуса Христа Латвия очищена в белее, чем снег. Наше видение – это благословенная Латвия, демократическая, экономически расцветающая Латвия. Это наше видение. И я уловил себя на мысли, что для меня не проблема жить в Лиге, для меня не проблема жить в Сигулде или в Риге. Хотя в Риге я бы не хотел жить, но если… Нет проблем, если нужно будет, я буду жить и здесь. По большому счету, в Латвии я могу жить где угодно. И почему? Если я помню себя перед тем, как я познал Бога, перед тем, как у меня появилось видение, у меня не было никакого видения, у меня была темная картина вообще, не было никаких целей, и все это было далеко для меня. Я был на пути к погибели. И у меня не было даже мысли менять свой город. Я здесь родился, вырос, все детство здесь провел. Я в каждом доме тут побывал, будучи подростком и мальчиком. Это мой город. Если в то время мне бы сказали, ты заменишь свой город, ты будешь учиться в школе где-то в другом городе, это было космосом для меня. Я не хочу менять свой город. Когда я впервые поехал в Ригу, меня мама сюда везла, и мне казалось, вау, в Рига! Из Лимбожа мы на кизельном поезде ехали, потом на электричке, там было холодно, там первые станции ближе к Риге, города, какой-то космос. Ты же тоже не какой-то, не горожанин. Большинство здесь деревенские. Ты приехал сюда в Ригу, большой рижанин, нет? На самом деле, ты из деревни, не так ли? Деревенщина. А сейчас стал рижанином. Ты тоже когда-то впервые ехал в Ригу, и тебе казалось, это вау, Рига! У тебя здесь просто была работа, учеба, здесь как минимум какая-то жизнь, чем в этой деревне, в глубинке. В глубинке, конечно, тоже есть свои плюсы, но если есть автомашины, если ты можешь ездить туда-сюда, если нужно ездить на автобусе, тогда сложные проблемы. Но свои плюсы есть. Я бы не хотел жить в Риге ни в коем случае. Мне нравится то место, где я сейчас живу. Мне нравится то место. На берегу реки, в лесу, свежий воздух. У меня там каждый день ходят животные, звери. И мне нравится. И нет проблем тоже сесть в машину, и за час, за 50 минут, какой раз, и ты уже здесь. Но почему это не проблема для меня? Раньше это была проблема, сейчас нет. Я подумал, почему мне все равно, где жить? Потому что, друзья, у меня есть видение. В Латвии. Очень просто все. Мое видение, спасенное Латвией. Я не смотрю на себя, как моя родина, но имбошь. Нет, я родился в Латвии. Произведен в Латвии. Я люблю Латвию. И это не важно, где бы я находился. Не важно. Ради видения я готов поменять. Подумай о миллионерах, которые имеют дорогие яхты. Я в путешествиях раньше ездил, сейчас я не езжу, потому что не хочу тестироваться какие-то, палки себе в нос ссылать. Два года мы по этой причине никуда не ездили. Все эти путешествия, потом возвращаться, карантин сидеть. Я просто не могу себе этого позволить сейчас, как пастор, и все то, что мы сегодня делаем. Но несколько лет подряд, каждое лето, месяц мы на машине путешествовали. И каждый раз, когда мы ездили на юг Европы, Хорватии, в Черногории, в Греции, везде мы там ездили. Там южные эти моря. И когда ты попадаешь в море, лодки ездили. Знаете, такая простая лодочка. И был один раз, когда мы на этой лодке подъехали к такой красивой яхте. Это не такая яхта с большим парусом. Нет, это буквально такая, не такой большой, как танкер, но такой среднего размера уже целый корабль. И это была яхта Абрамовича. Я знаю, что он здесь, в Риге, тоже останавливался. И он в Хорватии, там в какой-то деревенском порту тоже останавливался. Там такие маленькие, небольшие городки. Он оставляет свою лодку и идет в город, на берег. Интересно, почему люди так всю жизнь ездят, и где их родина? Друзья, это глобалисты, их родина. Это весь мир, друзья. У них другое видение. Именно поэтому они спокойно могут жить на яхте. И с яхты все свои дела приводят в порядок. Если честно, я бы так тоже хотел. Если честно, это от Элины Дидрихсон, если честно. Но это появилось, и я сейчас говорю тоже все время, если честно. Я бы хотел так по всему миру ездить на яхте и координировать всю церковь мега-черч, мега-церковь, этот миллион, который у нас будет по всему миру ездить на яхте туда-сюда, но больше мне бы хотелось по Средиземному морю ездить. Вот видение, друзья, видение. Это черта характера успешного человека. И наше видение. Смотри на небо и считай звезды. Сможешь их сосчитать? Столько будет у тебя последователей. Видение. И точно так же и все остальные сферы твоей жизни. Они имеют какое-то видение. 40 черт характера успешного человека. И это было пятое. Шестое. Вера. Псалом 118,7. 117,7. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Давид. Он прославляет Бога, частенько прославляет Бога за то, чего еще нет. Он говорит, да, враги вокруг меня, и я умираю, они гонят меня, но я благодарю Бога, и я буду с радостью смотреть на врагов, которых он победит передо мной. И Иисус, он из колена Давидова. Давид, который фактически один из видных таких персонажей в Библии, от которого мы учимся, фантастика, успешный человек, который с нуля стал царем. Бог был с ним, но его мышление, образ мышления, он прославлял Бога за то, чего еще не было, это его вера, что Бог с ним, что Бог выветрит из каждой ситуации. Друг, у него была положительная вера, положительное провозглашение, не только в мышлении, он провозглашал, и в псалмах мы это читаем. Я с радостью буду смотреть на врагов моих. Итак, позитивная вера. Седьмое, целеустремленность, целеустремленный видение и целеустремленность. Это немного разные вещи. Видение – это общее какое-то видение, а целеустремление – это когда твое видение разбито на маленькие, большие цели, и ты целеустремленно, дисциплинированно, работаешь, чтобы достичь этих маленьких целей, которые в целом составляют все это целостное и победу. На протестах, например, вчера, я тоже выкладываю в прямой эфир все это, и мне напрямую спрашивают люди в интервью, что дают. Я в основном говорю, что в основном ничего не даст, но это маленький шаг, маленькая, одна маленькая вещь, которая дает нечто большое в целом. Достаточно активные и сильные люди в этой партии, мы сможем победить в этом голосовании и занять свой пост и власть. То есть, есть видение, мы в правительстве, видение, но есть маленькие цели. знаете, комментаторы обычно пишут, в чем смысл, ничего все равно не изменится, ничего это не даст. Целеустремленных иди к цели. Собаки будут лаять, а мы идем вперед, караван идет дальше. Если у тебя в домашней группе пять людей, пять человек за пять лет, подумайте, есть ли у вас видение и целеустремленные ли люди в вашей домашней группе. Если какой-то план хотя бы одного человека достигнут, если хотя бы план одного человека привести к Богу, регулярно ли вы это делаете, это все урожает. У нас есть видение, что будет огромная группа с людьми, и что еще целых две-три группы десять и пятнадцать. Но целеустремленность сегодня есть. Характер успешных человек это целеустремленность. Восьмое. Верность. Верность Богу. Верность семье. Верность стране. Я очень ценю верных людей. Верных лидеров, которые рядом со мной, которые никогда не предадут. Верность. Верность стране. Например, сегодня. Сегодня. У нас вроде есть страна. Вроде есть Конституция. Мы должны быть верны этому правительству. Нет, друзья. Мы не должны быть верны этому правительству. Мы должны сохранять верность нашему идеалу нашей республики. Нашей Конституции, свободной латы. Я верен ни Каринчу, ни Левиту. Я не верен. Я верен Латвии. Аминь. Такой Латвии, которую основали наши предки, с тем гимном, который они составили. Вот за что. Поэтому я остаюсь верен своей стране. Я страна, ты страна, мы страна. верность. У тебя есть свой пастор, у тебя есть своя группа, у тебя есть своя церковь. Верность очень важна. Будь верен. И своему работодателю и так далее. Будь верен. Девятое. Страсть. Страсть. Другими словами, огонь. Гореть. Мы в предыдущих темах все это рассмотрели уже, что гореть, это значит идти и делать. Идти и делать. И естественно, это значит, что ты ищешь среду, в которой ты можешь быть мотивирован. Ты сам идешь в свою комнату для молитвы и сам молишься. Ты сам смотришь какие-то мотивирующие видео. Ты с мотивирующими людьми, которые зажигают тебе этот огонь. И потом через маленькие активности первые результаты, которые этот огонь снова зажигает. как широко, так и длинно. Если мы идем только на эмоцию, тебя кто-то мотивирует, ты пришел на служение, Бог касается, тебе появляются эмоции, это же не на долго. В основном, в основном этот огонь дает простое делание. Итак, горение, гореть за то, что ты делаешь, гори за то, что ты делаешь. Десятое – это дисциплинированность. Это не для сангвиников, это для всех остальных. Но дисциплинированность. О дисциплине мы не будем говорить больше. Идем дальше. Потому что достаточно мы говорили о дисциплине. Одиннадцатый – компетенция. Что такое компетенция? Компетенция – это когда ты осознаешь свою работу. Я как пастор, я знаю то, что я делаю. Я знаю лидерство в том уровне, где я есть. Я могу собрать столько людей, поднять столько, сколько могу, и мы как церковь можем влиять на Латвию, на процессы в Латвии. А наши церкви знают, фактически любой знает. Если будут люди, которые на русском говорят, будет меньше, но по большому счету все, кто сидит за панорамой, кто вообще в Латвии информированы о том, что происходит, нас знают. Нас знают каждый. И это влияние. Это то, что я могу, это то, что я способен достигнуть. То есть, это моя работа. И я компетентен в работе церкви. И я стану компетентен в политике больше, будучи в этой среде, в которой я нахожусь. Компетенция. Ты должен знать свое поле. Если ты руководишь группой, то ты должен знать, как это делается, и как руководить людьми. Если ты стойлер, то ты должен знать эту сферу. Это компетенция. Успешен человек, он компетентен в своих вопросах. Двенадцатый. Такой, который учится. Это идет рука об руку с компетенцией. Человек учится. Чтобы ты был компетентен, ты должен учиться, постоянно учиться на своих ошибках, на ошибках других людей и просто образовываться. Тринадцатый. Жертвы души. Жертвующий. Что значит быть жертвующим? Например, Сандрис Точч небольшое интервью у меня взял и говорит так, о, спасибо, что ты пришел. Ты все-таки пришел, спасибо тебе. Спасибо, что я пришел на акцию протеста. Я ему бы тоже мог сказать, спасибо, что ты пришел. Он говорит, не, ну тебе там эти штрафы наложили и так далее и так далее. И чтобы я не был. Чтобы я не был. Для меня это само собой понятно. Потому что уже прислали мне шесть, шесть эпизодов, шесть публикаций, одна из них, это прямой эфир. панорама может, а я не могу. Они же там снимают без ничего, там просто ходят без массов, без дистанции. Латвийское телевидение может, они еще лезут с большими огромными камерами. У меня маленький телефончик, а у них бандура огромная. Зачем они вообще нужны? Это уже давно не нужно. Сейчас все уменизировано. Не нужны огромные камеры больше. это уже история. Им ничего? А мне за это присылают, что возбуждено административное дело. Ты будешь снимать еще? Конечно, буду. Разве это жертва? Для меня это уже не жертва. Я этого не чувствую. Конечно, это жертва, но для меня это само собой понятно. Для кого-то это огромная жертва. В какой-то мере это жертва. И нужно быть жертвующим. В соответствующих ситуациях нужно поступать правильно. Такой успешный человек. Если ты не способен жертвовать, то не видать тебе никакого успеха. Это нужно сделать по отношению к людям и так далее. Много вещей, которые нужно тебе жертвовать. Четырнадцатая. Прощающий. Жизнь прощения. Мы об этом тоже говорили, и я не буду повторять. Жизнь прощения. Пятнадцатая. Дружелюбен. Лучше получить друга, чем врага. Лучше стараться. Никогда не будет, что все будут с тобой дружить, и все будут, все твои действия будут каждому приемлемы. Но по возможности, Библия тоже говорит, если возможно, то держите мир со всеми людьми. Человек, который мог с врагом, который проблемы тебе доставляет, лучше подружись с ним. И вообще, будь дружелюбен, будь коммуникабельным, учись этому. И вне зависимости от того, ты флегматик или сангвиник. У каждого свой темперамент, как он свою дружелюбность выражает. Иногда сидит человек в зале, и я не понимаю, слышит он меня или нет. Реагирует он, нравится ли ему то, что я говорю. Ничего не понятно, он такой твердый. Ну, учись своего каким-то образом быть дружелюбным. Хотя бы подмигни глазку. Все в порядке, я слышу, и мне Бог со мной разговаривает через тебя. Итак, дружелюбен. Шестнадцатая. Самостоятельность. Самостоятельность очень хорошее качество, очень отличное качество. Я очень ценю людей, которые начинают быть самостоятельными, которые растят свои команды, своих служителей. Изначально им нужно много внимания, а потом, когда родители воспитывают своих детей, они вырастают и уходят из дома. Уже не нужна такая большая внимание. Самостоятельность это очень ценно. Будь самостоятельным. Это не значит, что тебе не нужны люди. Люди и церковь настолько самостоятельными не стоит становиться, но каждый должен быть самостоятельным. И это черта характера успешного человека. Самостоятельность во всех вещах. Ты постоянно делаешь и самостоятельно делаешь все вещи. Тебе не нужно напоминать, ты сам знаешь, что нужно сегодня сделать. Например, не забудь завтра встать в постель. На прошлый вторник у нас лидерская команда, у нас была молитва через Zoom. Я просыпаюсь с утра и он, наконец-то, проснулся и думаю, что за день. Я не вспомнил, что за день. Мне показалось, что сегодня наконец-то ничего не будет. Я сплю дальше. Посмотрю на часы 15 минут восьмого. Сегодня ничего не должно быть, не буду спать дальше. Десять минут что-то звонит ужинать. Что там опять звонит? Ненормально. У нее информационный телефон. Это ненормальные были Велта и Петерес. Оказалось, что все-таки были молитвы. Была молитва. Я выбежал быстренько. у нас прошла молитва. Друзья, не забывай, будь самостоятельным и постоянным. Это важная вещь. Вставай с утра. Семнадцатая. Ты видел такой мультик Молния Маквин? Мне понравилось, как он с утра говорил, постоянно говорил я быстрый-быстрый я скорость. Я скорость. Друзья, скорость. Черта характера успешного человека скорость. И вот у меня со скоростью нет никакой проблемы. У меня нет никакой проблемы со скоростью. Это хорошее качество. Конечно же, ты скоростью быстренько можешь что-то неправильно сделать, но в основном это хорошее качество. Я не могу. Если у меня какая-то окутная проблема, я знаю, что ее нужно решать. Я не могу нормально уйти домой, сесть за телевизор и что-то тупое смотреть. Я просто не могу, пока я не решил эту проблему. Я должен это сделать. Есть вещи, которые, окей, не столько важны, я буду делегировать это и сам не буду делать, но если я знаю, что это важно, или я кому-то сказал да, то это все время у меня внутри, что я должен это сделать. Я сделать быстро. Поэтому я вещи делаю быстро, и люди вокруг говорят, я что-то упомянул, все ясно. Только упомянул один раз, все уже ясно, сейчас все это уже начнется. Например, зашел в СССР, посмотреть BMW, ясно, будет новое. Уже снизу стоит. Все быстро происходит, у меня все быстро происходит, это у меня, а по темпераменту я холерик. Но, друзья, флегматики и меланхолики, сингвиники, все, они тоже должны быть быстрыми. Если ты хочешь быть успешным, ты должен быстро реагировать на ситуацию. Не торопиться, подумай быстренько и реагируй быстро. в Лимбажах в начале был такой человек, в начале церкви, был такой человек Янис. Он такой высокий, классный парень был. Он спокойный был, флегматик. Самый настоящий флегматик. Самый, самый настоящий. Тихий, неразговорчивый. Могут когда говорит, тогда говорит, как молотком по гвоздику. Однажды я проповедую, и один был агрессивным человеком. Как только он руку протянул, Янис молниеносно забрал этого человека, и его больше не было. Я удивился, насколько этот флегматик на самом деле быстрый. Скорость, скажи скорость. Аминь. Скорость. Есть вещи, которые нужно делать быстро. Далее. Восемнадцатая. Смелость. А смелости мы глубже не будем, говорить. Девятнадцатая. Хумор. Юмор. Хочешь быть успешным? Я уже упомянул, нельзя. Одень улыбочку на лицо. Будь веселее. Ну, Я же никогда не употреблял такие слова, как... Они будут напавлены. Смеяться или плакать, но будет интересно, смешно. Ладно, не делай так. Может быть, это слово не стоит употреблять. В какой-то мере это вызывает веселье. Будь таким, который понимает шутки, который может сказать какую-нибудь шутку. Будь веселым, нормально. Это в рамках разумного. Далее. Двадцатый. Эластичность. Что такое эластичность? Это способность адаптироваться или оценить то, что мир идет вперед, а ты должен адаптироваться. Например, я по-лимборжски скажу, я теперь блогер. Раньше я натурально смотрел те, кто кушают, едят и себя фотографируют, иду куда-то, смотрю что-то. Если у человека в сердце пустота, все, что он может выложить, это все. И нет никаких мыслей, ничего от них нет, они просто показывают то, что они могут показать. И это такая небольшая наклонность, но тем не менее, друзья, это тенденция, это сегодняшний мир. Особенно в это время, когда все все давит на то, чтобы быть удаленным. И соцсети сегодня очень важны. Если раньше я думал, что я никогда не буду выкладывать какие-то личные вещи от себя, я только что выложил, что у меня BMW был продан, M5, уехал, и у меня я начал плакать. Я выложил, показал, я никогда в жизни бы не выкладывал ничего такое публично, что я продал что-то. Ничего подобного. Но я понял, что сегодня мы в такое время живем, все так изменилось. В основном все то же самое, но технологии изменились. И я понял, что я не могу сейчас просто так, Иисус тебя любит, Латвия на первом месте, аллилуйя, протест, протест. Нет, люди хотят что-то, общаться со мной, они хотят познакомиться со мной. Мне приходится, я пью, я ем. Я еще не так далеко зашел, но я уже на пути. После каждого акции протеста мы кушаем с людьми некоторыми, я всегда фотографирую и выкладываю. Так что это эластичность, друзья. Никогда не говори никогда. Я никогда не буду делать того-то. Несколько лет назад я впервые увидел мужчину, который ходил в таких узких брюках. Неприятно было. Прошло некоторое время, и пастор сам влез в такие обтягивающие штаны. Друг, будь эластичным. Аллилуйя! 40 черт характера успешного человека. У нас первое чувствительное. Чувствительное, это значит такое интуитивное, что ты не только разумом понимаешь, что правильно, но ты в ситуации способен интуитивно чувствовать, что правильно. Когда ты способен оценить ситуацию интуитивно, никогда не полагайся только на интуицию. Разум свыше интуиции. Но бывают ситуации, когда разум говорит, все в порядке, но тут говорить тебе не надо. Не бывало у тебя такого не гадает. Видимо, у меня у одного такое. У нас у всех такое было. По большому счету. Интуитивные способности в твоей сфере ощущать тенденции, понимать, это тоже такой характер успешного человека. 22-ое. Инновативен. Здесь мы не будем говорить дальше, чтобы не говорить до утра. инноваций. Инновации можно даже объединить с тем пунктом, который мы только что обсудили. Это эластичность. 23. Не ищи собственного блага. Благо для себя. Это черта характера успешного человека. Я недавно о себе подумал. Я что-то... Я всегда рассмышляю над собой. У меня был такой вопрос к себе. Почему ты это делаешь? Что ты делаешь? Такой вопрос. Почему ты это делаешь? Почему я это делаю? Почему я строю церковь? Почему я сейчас в этой партии Латвии на первом месте? Почему я там участвую? Почему? И первое, что я понял... Ну, как ты с собой говоришь? Ты с собой говоришь сам с собой? Сам с собой тоже можешь говорить и задавать себе вопросы. и как приходит ответ. Ты равно думаешь, со всех сторон размышляешь над этим, и потом в сердце у тебя появляется ответ. Почему я делаю то, что я делаю? Знаешь, ради собственного блага. И первое, ну, нет, не для себя я это делаю. В первую очередь, это для Бога, для других людей. Я это делаю для Латвии. Я это делаю только потому, что я должен это сделать. И третье, это для себя. И для себя это потому, что голос тоже так говорит, возлюбить. А заповедь так говорит, возлюби ближнего как самого себя. Я должен любить себя, чтобы других любить. Но я был на третьем месте, и это был мое честное вопрос себе и ответ себе. Я знаю, что я делаю, и мне не важно, что другие говорят. Я знаю, что я делаю, и почему я это делаю. «Итак, не ищи собственного блага, но ты должен подумать о себе». Конечно же, ты должен подумать о себе, но это не главный мотив. «24-е». Такой, который может восхищаться. Восхищаться. Умею восхищаться людьми. Как и с месяца упал. Не так. Но я вижу, но будь тем, кто видит в людях хорошее и восхищайся. Есть люди, которые воспитаны, они сами по себе такие. Но те, у кого нет такого качества, должны научиться этому. Просто научиться. Если ты не умеешь выражать комплименты, ты просто должен взять себя в руки и сказать кому-то комплимент. Знаешь что? Давай сейчас. это сделаем. Посмотри вокруг и трех людей дайди. Увидь что-нибудь хорошее, что ты видишь или знаешь о нем хорошее и скажи ему комплимент. Получилось? Видишь, как классно. И сразу, когда тебе говорят комплименты, сразу же хорошо на сердце появляется, что ты ценный, что ты важный в чьих-то глазах. Идем дальше. двадцать пятый. Двадцать пятый. Ясный разум. Ясный разум появляется от того, что ты регулярно читаешь Библию и знаешь, что хорошо, что плохо, что ты информировал на всем, что происходит вокруг. Примерно. Ты можешь различить. У тебя четкий, ясный разум. Ты смотришь на все с четкими, ясными глазами. Наркологические вещи, сейчас грибы очень важны. Многие там и остаются. Но у них не четкий, ясный разум, когда они наедаются мухоморами. Созидая, оставляя у себя четкий, ясный разум. Многообразные интересы. У нас у каждого есть разные профессии, интересы, но ты должен в общем знать политику, мира, Латвии и вообще знать, что происходит вокруг. Разнообразные, многогранные интересы. 27-й такой, который доверяет. Ты доверяешь. Те, кто прошли энкаунтер, которые поняли эти темы, все на энкаунтере. Вообще такой здравомыслящий человек понимает, что когда тебя предают, не хочется доверять. И не только этому человеку, но вообще. Успешный человек в любом случае доверяет. Аминь. Конечно, если постоянно кто-то тебя предает, то ты его исключаешь и не позволяешь ему больше наступать на твою голову. Но другим людям ты должен продолжать доверять. 28-й. 29-й. Пунктуален. Если ты опаздываешь на разные встречи, то ты эгоист, который не ценит другого человека и его время. Будь пунктуален. И еще, женщины, у вас нет никаких освобождений. Они все опаздывают. Обычно все женщины опаздывают. Но если ты хочешь быть успешным человеком, мужчина ты или женщина, там Стамбульская конвенция и так далее, да, феминизм и так далее, мы женщины, ура. Пожалуйста, здесь нет исключения, здесь равноправие. Успешный человек, если ты будешь не пунктуален, то ты не будешь успешным. Обещал? Сделать. Да, да. Нет, нет. Встреча? Идешь на встречу, что-то произошло, ты в пробке, позвони, скажи, что ты опоздаешь. Но не каждый раз. Аминь. Тридцатый. Концентрация или фокусировка. Важно видеть и выделять главное. Есть много вещей, которые ты должен завтра сделать, например, завтра понедельник. Ты должен понять, что самое главное и делать это. В приоритетном порядке концентрируйся на главном, что ведет тебя к тем целям, к которым ты идешь. Итак, слушай, сегодня ты учишься бесплатно таким вещам, за которые чуть ли не можно не с ума сойти. В обморок упасть. Тридцать первое. Командная игра. Обязательно церковь, обязательно команда. Во всех сферах, куда ты идешь, будь человеком команды. Тридцать второе. Ответственной. Ответственность можно сравнить с пунктуальностью, но это немного отличается все-таки. Ответственность. Ощущение ответственности. Если я что-то обещал какому-то человеку, если я чувствую, что мне не хочется это потом делать, в огне, в скорости своей что-то пообещал, у меня внутри появляется чувство ответственности. Просто воспитанность. Я сам себя воспитал таким. Ответственность. Будь ответственным за себя, за веренные людей себе. Будь ответственным за свою семью, за свою страну. Тоже должен. Нужно быть ответственным. Акция протеста просто обязанность принять участие. Если нет обязанности у тебя в церкви сейчас, тогда у тебя ответственность перед страной. Элементарная вещь. Сейчас онлайн и так далее. Пастор все снимает. Все в порядке. Ответственность выполнена. Инициативен. 33-й. Инициативен. Инициативный человек не тот, которому нужно просить, пожалуйста, пожалуйста, что-то сделай. Пожалуйста, в церкви вот здесь что-то нужно привести порядок. Нет. Человек сам приходит и говорит, я хочу служить. Это инициативный. Успешный человек должен иметь такую особенность. Особенность. Когда ты сам выражаешь инициативу. Проявляешь. 34-й. Воздержанность. Воздержанность – это когда ты избегаешь вещей, которые тебе мешают. Воздержание от зависимости, которые тебе мешают. Решение проблем. Следующий пункт. Проблемы сами не решатся. Проблемы нужно решать. Проблемы нужно решать быстро. Проблемы нужно решать быстро. Я очень хорошо вижу. Люди, которые не хотят решать проблемы в группах. Эта проблема никуда не пропадет. Она только разовьется. Потом у тебя будет космос. 36-й. Умеет слушать. Умеет слушать. Здесь сидит Инга. Инга в моей группе никогда не разговаривает. Когда у нее что-то спрашивают, чтобы она что-то говорит, она раз в год говорит, когда что-то произошло в группе. Тогда она чуть-чуть говорит, ну как так можно? Я помню, что у нас на Новый год наложили штрафы. Мне 2000, другим по 500. И она говорит, как они так могли? Но обычно она молчит, сидит и слушает. У меня в группе она сидит и мало говорит. Но Инга неразговорчива. Иногда я смотрю, когда я шел мимо, она со своими людьми сидит и рассказывает что-то. Старательно что-то говорит. Это Инга. Это значит, что я потом на предыдущем служении уже спросил у других людей в группе Инги. Я спросил, знают ли они Ингу, которые говорят? Говорит. Они говорят, да. Я этого не знаю. Когда она в своей группе, она там говорит. Когда она у меня, она слушает. Не знаешь? Это правильно. Ну, Инга могла бы больше говорить у меня там, но это не обязательно. Блаженнее слушать. А потом, когда ты сам слушаешь, там ты уже говоришь. И вот учись слушать. Иногда бывают люди, которые хотят сотрудничества какого-то. Христиане приглашают куда-то, они звонят, они как начинают говорить и не дают слова. И мне сразу же ясно, что с этим человеком я ничего не хочу. Он вообще ничего не понимает. Нет лидерства, ничего. С ним нет смысла. Человек, который не умеет слушать, учись слушать. 37. Ты можешь подняться только настолько, насколько ты сам слушаешь людям. Сожаление, сочувствие. 38. Видит суть вещей. Видит суть вещей. И здесь нужна интуиция тоже. видит суть вещей. Что это значит, видеть суть? Особенно сегодня. Особенно сегодня. Что связано с вакцинацией, принудительно, что связано с всеми этими политическими процессами здесь в нашей стране и вообще глобально. Важно видеть суть. Что происходит на самом деле? Сравнивать информацию, источники информации и понимать суть. Ты не можешь принять правильное решение, если ты не знаешь сути вообще. Просто делаем так или делаем сяк. Говорящие головы говорят, делаем это. Если ты знаешь суть, то ты сам знаешь, как поступать. тридцать девятый. Информированный. Информированный. Будь информированный. Итак, не только о своей работе, о семье будь информированный, и о своей группе, и о политике, и в мире, и вообще о том, что происходит, процессы экономические. Хоть чуть-чуть будь информированный. Новость все-таки нужно смотреть. Как минимум, мой маленький клип. Этот маленький клип, который я выкладываю, как минимум, я что-то говорю в актуальных каких-то происшествиях и свое мнение. Почему нужно быть информированным? Например, я информирован о том, что происходит в церкви. Если бы я не был информирован, я бы пропустил разные вещи, ситуации, начатки, зачатки проблем, которые я не смог бы решить. В стране есть специальные службы. У нас это связано со шпионством, какой-то плохими людьми. Нет, это нормально. Правительство должно знать. Оно должно быть информировано о тенденциях в обществе, чтобы своевременно устранять какие-то процессы. или наоборот, что-то способствовать чему-то. Это нормально. И в церкви у нас тоже все такое достаточно прозрачно. Я знаю все, что происходит в церкви. Я должен это знать. Ты должен знать, что происходит вокруг. Ты должен быть информирован. Нет. Не сплетничать. Нет, не для этого. Ну, примерно. Ты должен понимать, что происходит вокруг, чтобы правильно ориентироваться. И последнее, сороковое. Способный принимать решение. Способный принимать решение. У тебя бывали ситуации, когда ты сомневаешься, 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 не можешь принять решение. Потому что ты знаешь, что принимая это решение, нужно будет нести жертву. Или наоборот, будут неправильные решения, и тебя, над тобой будут смеяться. Не так ли? С решениями как? Когда тебя заставляют вакцинироваться и уйти с работы. Это не решение, над которым ты сомневаешься? И своему вузу. Разве легко принять такое решение? Но нужно принимать решение. Успешный человек способен принимать решение. Правильное решение. Я не говорю о том случае, что он принял правильное решение. Я не говорю о том. Возможно, есть другие методы, другие ситуации, но нужно принимать решение. И в заключении из вчерашней акции протеста, я маленькую статью тоже написал. На акции получилось так, что у статуи свободы была почетная охрана из армии. За ними, за их спиной было написано для свободы и для народа, за отчизнение и народу. свободы. Интересно, что когда был сигнал «Пойдем возложить эти цветы», получилось так, что они заменили охрану, сменились солдаты. Там была полиция, военные дополнительные. Это очень красиво. Они прошагали, весь ритуал провели с оружием. В тот момент, когда мы пошли возлагать свои цветы, они встали на свои места и мы возложили цветы. И эти два солдата, которые стояли там, они неподвижно стояли, когда ложили цветы на их ноги. И партия Латвия на первом месте, там слишком много совпадений. Например, 18-е число, которое оказалось, что это день всемирного протеста, и в этом случае армия, которая должна защищать свободу народа и отчизны именно в тот момент, когда мы должны были возложить эти цветы, они были там, они сменялись и показалось, что мы вместе с этой партией. И мы подумали, я подумала на тот момент, что этот народ, эти парни, эти солдаты никогда не встанут наперекор народу. и бывали претенденты в мировой истории, что армия отказывается выполнять какие-то вещи, которые требуют правительства преступных. Были красные, были белые, кто были красные, они отказались выполнять повеление существующей, существующего правительства, и они сняли царя, убрали царя. Латвию это тоже коснулось, ничего хорошего там в итоге не произошло, это был террор. Интересно, что это совпало, я считаю, что это не просто совпадение, а совпадение свыше. Библия говорит, что он любимым своим детям благословение дает во сне. Это значит, что если ты интегрируешь себя, в себя интегрируешь эти качества успешного человека, если ты будешь искать его, то через все то, что ты делаешь, невидимое благословение и совпадение в твоей жизни будет много. Благословенные совпадения будут много в твоей жизни. И, Отец, я прошу, дай каждому, кто слышит эти слова, дай благословение и благословенные совпадения, решения проблем, дай много радости, эмоций, много успехов во всем. В имя Иисуса Христа. Аминь. Если ты еще не познал Иисуса Христа своего личного Спасителя, своего Господа, то мое приглашение именно к тебе. Ты можешь это сделать сегодня, ты можешь сказать ему, да, молиться, молиться, покаяния, чтобы он стал Господом в твоей жизни. Ты можешь выйти сюда вперед и мы вместе помолимся, я помогу тебе молиться. Я буду говорить слова молитвы, ты повторишь и будешь говорить это Богу. Здесь он живой, он тебя очень ждет, он очень любит тебя. Сегодня мы слышали проповедь об успешном человеке. и так успешный человек он начинает с Иисуса Христа. То, что ты говоришь ему, да, и принимаешь этот дар и эту жертву, которую он сделал ради тебя. Он умер на кресте, он заплатил за все твои грехи и он ждет тебя, когда ты отозвешься на его приглашение. соглашение. Молодцы, очень хорошо. Я буду говорить слова молитвы, а ты повторяй за мной, говори громко, так, чтобы сам слышал. Ты можешь закрыть глаза, чтобы было проще концентрироваться на молитве. Итак, помолимся. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве и принимаю решение верить, что ты послал своего сына Иисуса Христу, который пришел в платье и жил на земле, который умер на кресте, и заплатил за все мои грехи, который три дня был в гробу, но на третий день воскрес из мертвых. Сейчас принят на небеса одесную тебя и через духа святого нас здесь сегодня. Милей Скункс, Езум, Дорогой Иисус Господь, я признаю, что грешники сам себе не могу спасти. Тот ел, я логусь, передод мне все мои грехи, я нанесу на сердце, и ты, иди в моем сердце, и стань Господом моей жизни. Спасибо, что теперь все мои грехи прощены. Мне принадлежит обетование вечной жизни и мой жизненный путь ведет на небеса. Спасибо тебе, Иисус Господь. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова